вот долгожданный тест конечно он не лишен субъективности но это так значит вот они два крючка естественно вот этот вот это заводского изготовления он у нас из чернухи как видно я вот ничего не делал специально показываю о том что за крючками надо ухаживать я имею ввиду которые сделаны из ржавейки вот такой же крючок самодельный или как сейчас модно говорит хендмейк сделаны они вернее вот этот крючок самодельный сделан из нержавейки из пищевой нержавеечки почему так я решил все таки сравнить правильно так сказать для меня покупать эти крючки в основном у меня как вы уже давно заметили крючки самодельные но все-таки не терпелось мне а вдруг фирменные крючки как бы получше поудобнее и так далее может быть есть смысл их покупать ну вот сделан был такой же крючочек такого же диаметра хотя визуально может конечно показаться что вот этот крючок потоньше но диаметры уверяю вас одни и те же просто нержавейка она как бы веселей смотрится и кажется что она потолще ну вот изложу свои плюсы и минусы значит конечно плюс этого крючка в том что красивая модная удобная ручка заводское исполнение вот но есть такой минус на мой взлет что за этими крючками которые сделаны из ржавейки надо ухаживать то есть протирать их тряпочкой там смоченной в дэшки или в чем-то чтобы они не ржавели ну честно говоря но не красиво не эстетично работать ржавым инструментом это я просто специально выдержал время чтобы было понятно вот крючочек из нержавейки он правда я его немножко поострее сделал вот они окончания видно что этот крючок более остро сделан я его специально сделал более острым чем вот этот ну люблю я работать острыми крючками что тут поделать вот здесь конечно ручка на этом крючке сделано из квадратной трубы но мне нравится работать с такой квадратной трубой как бы тоже удобно тоже хорошо значит я их сравнивал по пружинистости как оказалось вот этот крючочек это позиционируется он фирма а1 довольно таки неплохой хороший инструмент считается хотя и не самый лучший не самый дорогой но дело не в этом вот я ими поработал и что выяснилось что вот этот крючок а1 он более как бы пружинит и менее удобно им работать что касаемо крючка из нержавейки вот плюс допустим я сравниваю вот эти два крючка еще раз повторюсь что я ничего не рекламирую вам выбирать покупать или делать самим но в данном случае во первых за ним не надо ухаживать не надо его протирать он всегда будет чистый и красивый поскольку это нержавейка и второй момент на мой взгляд важный он менее пружинистый то есть он меньше меньше гнется что как бы в работе но более приятную на работе вот так я не могу показать вам тест сколько там этот прогинается сколько этот прогинается ну поверьте это действительно чувствуется вот такой небольшой как бы тест сравнение и второй момент что немаловажно и опять же для начинающих для кого как бы каждая копейка на счету а хочется побольше инструмента в данном случае есть смысл делать самим поскольку вот этот крючочек это один стоит по моему две триста или две четыреста а вот такой крючочек вы можете делать уже эти видео есть как делать крючки обошелся но ориентировочно 500 рублей вам конечно выбирать но вот как я и обещал я протестирую вот на мой взгляд субъективный взгляд крючок из нержавейки по всем параметрам выигрывает и по цене и потому как он так сказать он более лоб он меньше гнется и за ним не надо ухаживать единственный как бы минус но визуально все таки эта ручка конечно модная красивая но с нее как говорится воды не пить этим крючком надо работать а не любоваться вот такой небольшой тест сравнения но выбор конечно за вами я специально сделал согнул его точно также единственная разница здесь более остренькое окончание но я так посчитал лучше сделать здесь оно такое более толстая более я оставил зовут как есть естественно ржавчину я уберу просто ну как бы некрасиво и требует ухода вот и все что я хотел сказать вот еще маленький по скринту добавочка так вот они крючки из нержавейки сделано себестоимость я уже говорил у них достаточно такая корректная и вот видно что все чистенько все красиво вот и взять вот эти крючки я его сейчас тоже побрызгал то есть его уже надо как бы подполировать вот тоже крючочки один вот все они такого вида не взросленького это видно вот ну и какой смысл так сказать ну мелочи эти понятно что мы работаем в гараже здесь не выставка но все равно приятнее смотреть и держать в руках вот такие вот крючочки из нержавейки тем более что как показал опыт ими работать гораздо удобнее и второй момент вы можете сделать то что вам нужно а не то что продается или допустим заказать а там его в наличии нету надо ждать а так поехал на металлобазу взял металл сделал и пользуешься и в уходе они как бы не требует никакого ухода за собой всегда чистенькие красивые нарядные красиво выглядят вот и все всем удачи пока пока ставьте лайки пишите свои комментарии до свидания